Приветствую вас в новом видеокурсе, в ходе которого мы будем создавать полноценное Android приложение, которое будет связываться с базами данных, а также будет иметь красивый дизайн и набор функционала. В ходе урока мы установим Android Studio, создадим пустой проект внутри программы и запустим все это на виртуальном устройстве. Прежде чем мы приступим к этому всему, я расскажу немного информации про курс и про платформу Android. Разработка программ под платформу Android ведется внутри Android Studio. Данная программа оснащена визуальным и текстовым редактором. Внутри визуального редактора вы можете прописывать весь дизайн программы, создавая иконки, всплывающие окна, текстовые поля и делать многое другое. Текстовый редактор отвечает за создание всего функционала внутри программы. Платформу Android устанавливают не только на смартфоны, но также на различные гаджеты. Согласно статистике, количество проданных копий мобильных телефонов на Android переваливает за полтора миллиарда единиц. Чтобы войти в эту прибыльную сферу, нужно всего лишь изучить Java и некоторые библиотеки под Android. У нас на сайте вы можете найти курсы по Android разработке, а также курсы по Java. Для тех, кто не знаком с Java и Android, рекомендую изначально пройти курс по Java, после чего базовый курс по Android. И позже вернуться к этому курсу, в котором вы от теории перейдете к настоящей практике. В ходе курса вы создадите небольшую Android программу, которая будет синхронизироваться с базой данных Firebase. Вами будет создана регистрация и авторизация в программе, добавление всплывающих окон и создание красивого дизайна. А прежде чем мы приступим к установке Android Studio, я хочу порекомендовать вам сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете весь данный видеокурс, а также домашние задания, готовый код и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Для разработки Android приложений вам потребуется программа Android Studio. Это специальная программа, которая позволяет создавать как дизайн приложения, так и функциональную часть. Помимо Android Studio у вас на компьютере также должен быть установлен язык Java. Вся разработка Android приложений и Android игр ведется именно при помощи языка Java, а соответственно данный язык должен быть у вас установлен. Чтобы его установить, вам необходимо перейти на официальный сайт Java и здесь загрузить саму Java, а также дополнительно вам необходимо загрузить такую платформу как Java GDK. Об этом всем я детально в этом курсе не буду рассказывать, просто потому что я надеюсь, что вы уже знакомы с языком Java. И если это не так, если вы еще не знакомы с языком Java, то я настоятельно рекомендую вам пройти наш бесплатный видеокурс по языку Java. Он доступен на сайте itproject.com и соответственно после того, как вы пройдете данный видеокурс, у вас уже будет установлено Java, вы будете понимать синтаксис этого языка и вам будет намного проще разобраться в ходе данного видеокурса. Соответственно, если у вас не установлено Java и вы не знаете, что такое Java, то перейдите на бесплатный курс по Java, ссылка в описании к видео и пройдите данный видеокурс. Если вы уже знаете, что такое Java, то тогда вам остается лишь скачать Android Studio. Дабы скачать Android Studio, вам необходимо перейти на их официальный сайт, ссылка будет в описании к этому видео, и здесь вам просто необходимо нажать на Download Android Studio. После того, как вы нажмете, у вас выдастся вот такое вот окошко, где они спросят подтверждение их лицензии. Вам необходимо просто согласиться с этой лицензией и нажать еще раз для уже скачивания непосредственно самой программки. Эта программка доступна как на Mac, так и на Windows. Далее давайте быстро установим все это на Windows. Итак, здесь выбираем просто Next, дальше никакие галочки не меняем Next, соглашаемся с лицензией, и единственное, что здесь можем сделать, это скопировать вот этот вот путь, он в дальнейшем может нам понадобиться. Тоже Next, не создаем Shortcut, то есть иконки не создаем, и нажимаем Установка, после чего происходит сама установка программы. После того, как у вас будет программка установлена, у вас спросят перенести ли данные с прошлой версии Android Studio, вы нажимаете, что не переносить, ну или переносить, если вам это угодно, и дальше идет уже дополнительное скачивание и установка программы и запуск самой программы. После запуска программы вы обнаружите нечто подобное. Здесь сбоку, слева, у вас будут отображаться ваши последние проекты, над которыми вы работали. Справа же вы сможете создать новый проект, импортировать какие-либо данные или просто покопаться в настройках. Соответственно, прежде чем мы будем создавать новый проект, я предлагаю вам нажать на Configure, то есть настройки, здесь Preferences, по сути тоже настройки, и здесь перейти в такую вещь, как Appearance. Appearance это общий вид. Здесь можно поменять как размер шрифта, так и в принципе сам шрифт можно поменять, но это все не особо нас интересует. Единственное, что хочу вам показать, это то, что вы можете здесь поменять тему вашей программки. В данный момент, если вы впервые скачали эту программу, то у вас установлена светлая тема программы, Light. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас тоже программа была в темном таком дизайне, то вы можете перейти в Appearance, Тема, и здесь выбрать Darkula. Возможно, в дальнейшем это название просто поменяется, но какое-то будет другое название. Но в любом случае, здесь вы сможете поменять вашу тему со светлой на темную. Окей, я это делать не буду, так как уже установлена темная тема. Теперь нажимаем Start a New Android Studio Project, то есть создание нового Android проекта. Первое, что мы указываем, это название приложения. В моем случае это пускай будет как ITProgerGeo. Здесь вполне нормально добавлять различные пробелы, и вообще это название может быть у вас каким угодно. Дальше идет Company Domain. В принципе, это просто домен вашей компании. Вы его можете оставить вот как у меня. Здесь есть itproger.firstapp.com. В моем случае это, наверное, не самое лучшее название. Я ставлю, чтобы это просто было как itproger.com. То есть это домен моего сайта, в принципе, пускай так и будет. Дальше расположение самого проекта. Как видите, сейчас он располагается десктоп, то есть это на рабочем столе. Я не хочу, чтобы это так было, поэтому я выберу папочку Downloads. Здесь у меня есть папочка Android. Ну, давайте, наверное, я новую создам папочку, назову ее App. Вот. И внутри этой папки App я как раз буду сохранять весь этот проект. Далее у нас есть такая вещь, как Package Name. Package Name это, в принципе, пакет, внутри которого будут содержаться все файлы, все скрипты, все анимации, ну вообще все-все-все-все-все, что принадлежит к данному проекту. То есть, по сути, Package Name, вот этот вот адрес, который вы здесь видите, вы можете его расценивать как какую-либо определенную папку, внутри которой находятся абсолютно все скрипты, все-все-все данные, которые относятся к этому проекту. И название Package Name обычно составляется из следующего. Это идет Company Domain, причем в обратном порядке, то есть идет com.itproger, а дальше через точку указывается название вашего проекта. В моем случае у меня проект называется itproger.geo. Единственное, что здесь у меня есть пробелы и некоторые в верхнем регистре буквы, здесь же это все убирается, то есть пробелы убираются и все приводится в нижний регистр. То есть, из вот этих вот вещей, из Company Domain, а также Application Name и составляется Package Name, то есть это общая папка, где хранится полностью все, что касается этого проекта. Дальше мы можем подключить с вами поддержку C++, а также поддержку Kotlin. Котлин это новый язык, ну он уже не совсем, конечно, новый, он вышел давно, но все равно он является еще более-менее новеньким. И он идет как на замену Java, то есть на нем также можно создавать различные программы под Android, но в данном видеокурсе мы все-таки будем разрабатывать именно на языке Java. В дальнейшем на канале также еще будут появляться курсы по языку Kotlin и по созданию Android программ на этом языке. Ну, пока это мы тут никаких галочек не устанавливаем. Нажимаем Next. Дальше мы выбираем, под какую платформу мы с вами разрабатываем. В моем случае я хочу разрабатывать под телефоны и планшеты. API-версию я менять здесь не буду. И если я оставляю именно эту API-версию, то мое приложение можно будет установить на 95.3% всех Android-устройств. Если я, например, выберу последнюю версию Android, вот, например, в данном случае это Android Q некая, то я могу установить данное приложение лишь менее чем на 1% всех Android-устройств. Ну, соответственно, это мне, конечно, не выгодно, плюс программка у нас довольно-таки будет простой, ну, в плане, она не требует последних каких-то версий API. Вот, а, соответственно, выберем ту версию, которая здесь подставляется автоматически. Под другие устройства мы не разрабатываем, то есть под часы, под телевизоры и под другие устройства мы не разрабатываем, поэтому ничего здесь не проставляем дополнительно. Нажимаем Next. Здесь нам необходимо выбрать шаблон нашей первой сцены, ну, первого экранчика как бы. У меня никакого шаблона не будет, то есть это будет Empty, пустая страничка, поэтому я выбираю именно этот вариант и также просто нажимаю Next. Дальше его необходимо назвать. Обычно первая сцена называется всегда MainActivity, то есть первый экран всегда называется как MainActivity, и, соответственно, я не вижу смысла его переименовывать в данной ситуации, поэтому тоже его назовем как MainActivity. Ну и просто нажимаем Finish. После чего у нас идет создание самого проекта, пустого у нас все равно проекта, и мы сможем его запустить. Окей, вот наш проект. Единственное, нам необходимо дождаться, когда у нас вот эти два процесса закончатся, то есть это, по сути, сборка проекта и настройка всего необходимого. После того, как это все произойдет, мы сможем запустить это все на виртуальном устройстве. При первом запуске сборка проекта происходит автоматически. Если вам необходимо произвести сборку вручную, то вы заходите в Build и дальше Make Project. Благодаря вот этой сборке вы можете выявить, есть ли у вас в проекте какие-либо ошибки, и если они есть, то вы их можете изначально пофиксить, а после чего запустить это уже все на виртуальном устройстве. Теперь же, когда мы создали с вами проект, у нас есть папочка App, в которой находятся все нужные для нас файлы. Здесь есть папка Res, которая в принципе расшифровывается как Resources, то есть в этой папке сохраняются различные картинки, музыка, все-все-все, что касается именно каких-то таких вот файлов непосредственно. То есть это могут быть, опять-таки, звуки, какие-то гифки, какая-то анимация, какие-то документы и тому-тому подобные вещи. Вот, в этой папке у нас хранится. Generated Java – это в принципе просто различные сгенерированные по умолчанию классы, которые нужны для работы самого проекта. В папочке Java у вас находятся все те основные классы, с которыми вы работаете. Вот, например, здесь находится класс MainActivity.java. И благодаря этому классу вы можете внутри него прописывать различные функции, которые будут обрабатывать, например, нажатие на кнопку, и у вас там срабатывает какое-либо действие, например, подключение к базе данных и так далее. То есть в этом файле непосредственно происходит именно написание всего функционала. Вот, и такие все классы находятся в папочке Java. И также у вас есть еще файл манифеста, там прописываются различные разрешения для приложения, различные некие настройки для этого приложения и так далее. Вот. Вообще у вас сейчас есть два файла. Это MainActivity.java, о котором я только что говорил, здесь прописываются функции основные. А также Activity.main. В этом файле у вас прописывается весь дизайн конкретной странички. То есть в нашем случае сейчас это дизайн первой странички в нашем приложении. Вообще в ходе этого курса я особо детально не буду акцентировать внимание на таких банальных вещах, как что такое MainActivity, что такое ActivityMain и так далее. Все это я уже рассказывал в курсе по Android Studio для начинающих. Соответственно ссылку на этот курс я также оставлю в описании к видео. И если вы ранее еще никогда не знакомились с Android программированием, то я предлагаю изначально пройти данный видеокурс. Он не совсем большой и в нем вы ознакомитесь со всеми основными элементами, которые присутствуют в Android Studio и просто научитесь создавать такие небольшие простые программки через вот эту вот программу Android Studio. После прохождения данного видеокурса вы можете обратно вернуться к этому видеокурсу. И здесь мы уже будем с вами создавать полноценное приложение с авторизацией, регистрацией, с настройкой Google карты, с красивым дизайном и тому подобное. Давайте последнее, что мы реализуем в этом уроке, это запустим это приложение на виртуальном устройстве. И сначала необходимо настроить виртуальные устройства. Настраиваются они через Tools AVD Manager. Здесь у меня, как видите, есть уже два устройства. И в любой момент можно добавить, либо удалить, либо добавить дополнительное устройство. Чтобы добавить дополнительное устройство, мы нажимаем Create Virtual Device. Здесь выбираем в принципе любое устройство, которое вы только захотите. Вот, например, я хочу Pixel XL пускай будет. Нажимаем Next, Next, Finish и в принципе все у вас будет готово. То есть единственное, просто выбираете само устройство, дальше нажимаете Next, 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 Finish и устройство добавляется. Единственное, ну мне действительно не нужно это устройство. Оно еще и занимает 1 гигабайт памяти непосредственно на самом компьютере. Поэтому я его попросту удалю, вот, чтобы оно не занимало лишнего места на компьютере. Потому что у меня здесь ограниченное место все-таки. Закрываем это окно. И теперь запустим это все на виртуальном устройстве. Для этого мы заходим в Run, Run App. И далее здесь необходимо выбрать то устройство, на котором мы это все запустим. В моем случае у меня доступно 2 устройства. Это Nexus 6, а также Galaxy Nexus. Почему одно здесь и одно здесь? Просто потому что я на Nexus, я вот это виртуальное устройство Nexus 6, я его уже запустил как виртуальное устройство. Вот оно у меня уже здесь отображается. Чтобы его запустить, вам просто необходимо нажать, ну выбрать какое-либо из устройств и нажать ОК. Я это сделал, чтобы просто оно все быстрее у нас сработало, скомпилировалось, запустилось. И если мы откроем сейчас наше виртуальное устройство, то мы замечаем, что действительно на нем отображается наша программка, которая есть сейчас в Android Studio. И просто отображается слово Hello World. В принципе, нам этого на данный момент вполне будет хватать. Поэтому можем его даже закрыть. Ну и здесь также остановить всю программку. Ну что же, на этом наш вступительный видеоурок завершен. В этом уроке мы еще с вами особо ничего не создавали. Но начиная со следующего урока, мы уже приступаем к реализации самой программки, написанию дизайна, подключению к базе данных и так далее. На этом же у меня все. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.